Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара, сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Громкая отставка. Генерал Солодовников покидает свой пост. 10-300 тонных консолей уже установлены. В каком состоянии главная стройка Самары? Репортаж со стадиона. Из приемного покоя в тюрьму в Самаре начался процесс над мужчиной, избившим врача больницы имени Симашко. Есть что беречь. Городские депутаты и общественники обсудят, как сохранить историко-культурное наследие Самары. Репетиция перед Мундиалем. До проведения Кубка Конфедерации осталось 100 дней. Генерала отставили. Сергей Солодовников больше не занимает должность начальника главка областного МВД. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей 10 генералов этого ведомства, а также Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В главке Самарской области комментариев пока не дают. Напомню, генерал Солодовников был назначен начальником главного управления МВД России по Самарской области в феврале 2015. До этого возглавлял такое же управление в Кировской области. Жителям Самары генерал запомнился как отчаянный борец с незаконной продажей спиртного. При нем появились такие движения, как ночной патруль, бригады ДНД, народный контроль. По делу о крушении Ту-134, при котором погибли жители Самары, вынесен приговор. Точку поставили в суде Республики Карелия. Трагедия случилась летом 2011 года. Около полуночи, примерно в километре от аэропорта Петрозаводска разбился самолет, летевший из Москвы. На борту находились 52 человека. 47 из них погибли. Погибли. В том числе трое самарцев, врач, стюардесса и второй пилот. По версии следствия, заходя на посадку, при плохих погодных условиях самолет задел деревья, затем ударился о землю. Судебное разбирательство началось в прошлом году. В трагедии обвинили сотрудников наземных служб, чиновника Росавиации Эдуарда Войтовского, бывшего начальника аэропорта Петрозаводска Владимира Шкарупу и начальника метеорологической станции аэропорта Владимира Пронина. Одной из причин катастрофы стало плохое техническое оснащение метеослужбы. Также экспертами установлено, что метеорологические приборы, которые использовались в день катастрофы для определения высоты нижней границы облаков, выдавали информацию с большими погрешностями в измерениях. И их эксплуатация для нужд гражданской авиации была запрещена. Суд признал Шкарупу, Войтовского и Пронина виновными в халатности и нарушении правил безопасности. Однако в тюрьму они не сядут. Они попали под амнистию. В Самаре тем временем стартовал тоже громкий судебный процесс. Руслана Нузралиева обвиняют в избиении доктора. В октябре прошлого года, по версии следствия, он напал на хирурга больницы имени Симашко. Первое заседание состояло в суде промышленного района. В тот день молодой врач Дмитрий Зарубин находился на дежурстве. В это время пять сыром мужчин в приемном покое сопровождали женщину, которая сломала ногу. Не желая ждать своей очереди, молодые люди начали хамить доктору, получили от него замечания и бросились в драку. Нузралиев вместе с неустановленным лицом начал наносить потерпевшему врачу-хирургу множественные удары руками и ногами, в результате чего потерпевшему причинен средняя тяжесть и вред здоровью. Свою вину подсудимый их признает. Ему может грозить до семи лет лишения свободы. И стали известны подробности еще одного резонансного дела. Осужденный за убийство семьи полицейского Андрея Гошта обжаловал пожизненный приговор. Апелляцию подал Махмадали Ахмадов, которого следствие считает организатором кровавой расправы. Срок подачи жалоб истек накануне, пока в суд поступило только одно обращение. Не исключено, что остальные трое фигурантов дела могли направить апелляцию по почте и документы еще не пришли. Напомню, семья полковника Андрея Гошта и сам полицейский были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила только семилетняя девочка. Как утверждает следствие, целью нападения был грабеж. Приговор по громкому делу вынесли 22 февраля. Все подсудимые признаны виновными. Двое получили пожизненные сроки, двое 25 и 26 лет лишения свободы. Также всем им теперь предстоит выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму более 12 миллионов рублей. По другим новостям. Царство бетона и металла. Свыше 13 тысяч тонн конструкции требуется для основного покрытия Самарского стадиона. Темпы работы на объекте высокие. Монтаж купола идет круглосуточно. Помогают строителям, поддерживающие временные конструкции массой почти 3,5 тысяч тонн. По признанию подрядчиков, Самара-Арена один из самых сложных и больших стадионов в России. Так ли это на самом деле? Репортаж Андрея Горгуленко из самого сердца масштабной стройки. Именно так выглядит стадион Самара-Арена изнутри прямо сейчас. Чуть больше чем через год здесь будут разворачиваться удивительные футбольные баталии. Ну а пока на поле главные игроки это краны, которые помогают устанавливать радиальные консоли. Десять из них уже установлены. Еще четыре в стадии монтажа. Их обещают закончить к концу марта. Ну а к концу мая стадион накроет 32 радиальные консоли, которые образуют сферическую поверхность диаметром 612 метров. Каждая из этих консолей весит почти 300 тонн. Металлический каркас образует форму покрытия козырька над трибунами. Так что зрительские места от капризов природы будут защищены. А вот футболистам повезет меньше в дождь, чем играть под открытым небом. Радиальные консоли также станут основой для фасада будущего стадиона, представляющий собой прозрачный купол высотой 60 метров. Он сделает арену похожей на космический корабль. Стадион в Самаре отличается по своему объему, по своему внешнему виду, по высотности. Ну а действительно, как говорится, Самара космическая столица. То есть и стадион, будем говорить, Самара космос. Примерно такое название у него есть, как летающая тарелка. Ну оригинальный внешний вид, я считаю, это будет, наверное, один из самых красивых стадионов, строящих в Мундиале. С появлением дополнительных супермощных кранов в январе этого года на стройке был открыт третий поток по монтажу консолей. Открытие третьего фронта позволит быстрее вывести с территории поля поддерживающие временные конструкции, чтобы очистить от лишнего главный элемент любого футбольного стадиона. Как только последняя консоль будет установлена, краны покинут пределы футбольного поля. И в начале лета здесь начнут стелить изумрудный газон, который будет соответствовать всем требованиям ФИФА. Работы на футбольном поле начнут с установки систем обогрева, орошения и дренажа. А траву засеют в августе. Кипит работа и под трибунами. Подходит к концу монтаж и остекление наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы в будущих раздевалках и вип-ложах. На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, на 50% – ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Работы идут в полном ритме, в полном разгаре. Прочистки стадиона охвачены всеми видами работы. У нас уже начнут отделочные работы на площади 29 тысяч квадратных метров. У нас запущено тепло. Делается мокрый процесс, ведется штукатурка стен, устройство стяжек. В целом по объекту заканчивается кладочная работа, ведется остекление стадиона. В настоящее время на строительстве задействовано 2300 человек и 137 единиц техники. Закончить работу и сдать готовый стадион подрядчики обещают к Новому году. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. В Самаре обновили рейтинг самых дорогих новостроек. Какой район города лидер по количеству элитного жилья, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня стремительно дешевеет. Один баррель марки Brent стоит 52 доллара 40 центов. Валюта дорожает. На 10 марта Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 83 копейки. Евро 61 рубль 99 копеек. Золото стоит 2292 рубля, серебро 33 рубля 36 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 59 рублей 15 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 55 копеек. Россияне опять стали брать кредиты в валюте. С начала года в общей сложности у банков взяли больше 8 миллиардов рублей. А в Самаре обновили рейтинг самых дорогих новостроек. В топ-10 вошли проекты, ценовой потолок которых варьируется от 7 до 18 миллионов рублей. При этом только два жилых комплекса находятся в стадии строительства. Все остальные построены в период с 2012 по 2016 годы. Территориально большинство новостроек с самыми дорогими квартирами находятся в Ленинском районе. А на благоустройство территории Железнодорожного и Самарского района потратят 27 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На этом все. Удачи в делах. Подробно про изменения в редакции Самарской газеты прошла горячая линия по вопросам нового порядка начисления социальных выплат. Жители Самарской области смогли получить разъяснение от специалистов министерства. Свои вопросы задала и Марина Матвейшина. Телефон горячей линии и впрямь перегрелся. Люди звонят в редакцию Самарской газеты, чтобы получить разъяснение по новому порядку начисления соцвыплат. На вопрос отвечают представители министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Один из самых частых вопросов, почему некоторые ветераны труда России не получили в этот раз ежемесячную денежную выплату по статусу в размере 658 рублей. Ежемесячная денежная выплата по статусу на сегодняшний день с 1 марта 2017 года приостановлена тем, кто продолжает работать и тем, кто получает пенсии в 19 500 рублей. Ваш папа какую пенсию получает примерно? 13. А он работает? Нет. Значит он будет продолжать ее получать. Все те меры соцподдержки какие они предусмотрены? Хорошо, спасибо большое, до свидания. Еще одно изменение, которое волнует горожан – льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. С нового года эта соцвыплата заменена на компенсацию. Если раньше льготники получали фиксированную сумму, теперь им компенсируют часть фактически оплаченной услуги. Чтобы точно знать, сколько это в рублях, человеку нужно обратиться в районное управление соцзащиты. Это касается только тех, у кого нет долга за коммуналку. Как только задолженность будет погашена, компенсацию начислят за все месяцы. Есть возможность со всеми поставщиками жилищно-коммунальных услуг заключить соглашение о рассрочке долга. Например, есть 5 тысяч долга. Сразу погасить эту должность нет возможности. При наличии такого соглашения в органах соцзащиты выплата компенсации будет продолжена. Люди волнуются на дворе март, а компенсации за оплату ЖКУ за январь-февраль так и нет. Специалисты успокаивают. В ближайшие дни они ее получат. Механизм выплат налажен. Люди постепенно получают свои компенсации. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. В мэрии снова сокращение. Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об установлении предельной штатной численности сотрудников администрации города, Департамента управления имуществом и Департамента градостроительства. В некоторых подразделениях сократят до 40% сотрудников. В своем послании губернатор Николай Меркушкин поставил задачу снизить расходы на содержание органов местного самоуправления. Это позволит не только высвободить в бюджете дополнительные деньги для решения важных социальных задач, но и повысить эффективность работы местной власти. Напомню, мэрия Самары на протяжении двух лет проводит политику по сокращению издержек. Так, в 2015 году удалось сэкономить порядка миллиарда рублей, в прошлом году 800 миллионов. Благодаря оптимизации бюджетных расходов в этом году уже удалось высвободить 87 миллионов. Теперь эти деньги направлены на софинансирование строительства новых детских садов. Благодаря этому Самара получит 690 миллионов рублей из федерального бюджета. Далее, коротко о других событиях дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под Тольятти, под мостом у поселка Поволжский, утонул автомобиль Субару. Из огромной лужи его вытаскивали 5 человек. Очевидцы инцидента рассказали, они предупреждали водителя проезжать на этом участке опасно. Однако он понадеялся на мощь своего железного коня. Добавим, что в этом месте при весеннем половодии и в осеннюю распутицу постоянно застревают автомобили. Местные жители знают, что проезд не предназначен для автомобилей. Его оборудовали для прохождения талых вод и скота. В Самаре начали снимать с деревьев праздничную иллюминацию. Специалистам муниципального предприятия «Самара Горцвет» предстоит убрать с улиц 121 километр гирлянды. После новогодних каникул муниципалитет принял решение продлить горожанам праздник. Гирлянды оставили до Международного женского дня. Светодиодные ленты деревьям не вредят. Всего на уборке иллюминации задействовано 7 автоподъемников и 15 человек. Снятие гирлян с деревьев – работа кропотливая и требующая аккуратности, ведь эти украшения Самаре понадобятся уже в следующем декабре. В самарских пляжах оборудуют зоны для мытья ног и поставят диваны. Власти Самары ищут подрядчика для выполнения работ по содержанию городских пляжей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, организация должна оборудовать и следить за частотой на нескольких пляжах общей протяженностью 4 километра и общей площадью береговой полосы более 170 тысяч квадратных метров. Пляжи будут работать до 15 сентября. И все это время подрядчик должен будет проводить ежедневную влажную уборку биотуалетов и двухразовую, как минимум, ежедневную уборку территорий, пляжей и вывоз мусора. На эти работы в городском бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей. Весна пока не спешит в регион, но и холодов не ожидается. В ближайшие дни в Самарской губернии установится облачная погода без осадков. Дневные температуры предполагаются в районе нуля градусов. Новый подход к памятникам архитектуры в Самаре. На заседании общественного совета при городской думе общественники и депутаты обсудили изменения муниципальной программы по сохранению объектов культурного наследия. Их в собственности города около 270. И сейчас ведется активная работа по восстановлению фасадов исторических зданий и их ремонту. Программу принимали еще в 2011 году, и это был первый шаг в этом направлении. Сейчас из-за изменений в федеральном законодательстве муниципальный документ требует корректировки по многим пунктам. Все это позволяет ускорять темпы восстановления объектов культурного наследия. В этом году в Самаре планируют привести в порядок 43 здания. За последние 5-8 лет достаточно много было изменений в федеральный закон по сохранению объектов культурного наследия. Очень много необходимо внести изменений в данную программу. С учетом тех предложений, которые мы сегодня уже довольно в рабочем порядке много обсуждаем и выработали с департаментом имущества администрации города, департаментом культуры. Видно, что меняется город. Это действительно заметно. И хотелось бы предложить привлекать членов общественного совета к обсуждению тех, кто у проекта, программы. И вместе, сообща, решать этот важный городской вопрос. Сказочные герои изменили оттенок. В Самаре на улице Ленинградской памятник дяде Степе позеленел. Вполне объяснимые химические процессы взаимодействия сплава бронза с окружающей средой нередко приводят к такому результату и удивляют проходящих мимо людей. Марьяна Мирная тоже оценила степень позеленения скульптур. Все покрыты зеленью, абсолютно все. Дети самого известного советского милиционера, дяди Степы, приобрели необычный оттенок. Сама же громадная фигура милиционера позеленела лишь наполовину, выше сохранив бронзовый оттенок. Больше всего повезло вот этому Бобику, голову которого постоянно гладят, не давая металлу окислиться. Пятиметровое изваяние руки Зураба Церетели с ноября 2015 года привлекает внимание жителей Самары и гостей города. Пережив вторую зиму, некоторые детали памятника из бронзовых превратились в малахитовые. Я с химией связана, просто окислила сметь и все. И что тут такое страшно? Они везде зеленеют и даже вот более лучше смотрятся, когда люди начинают носы им тереть, выделяются. Это как-то привлекательно. А так стоит он и стоит, как древность придает. После снега, видимо, отсырели, ржавчина. Но так, по идее, можно почистить, и все нормально с ними будет. Конечно, надо почистить, потому что они были такие хорошие, с ними всегда дети играют и фотографируются. Все здесь. И если самарцы удивляются нестандартному цвету памятника, то скульпторы и архитекторы не видят в этом ничего особенного. И даже утверждают, что подобная реакция с окружающей средой делает скульптуру более прочной. А вот очистка может привести к разрушениям. По сути, даже эффект благородной патины – это хорошо. Это в плане того, что многие из реставраторов, есть разные направления реставрации. То есть, говорят о том, что лучше даже не трогать памятник, когда появляются естественные патины, так как нижний слой этой патины как раз и максимально хорошо предохраняет саму структуру памятника. Специалисты-химики утверждают, что такие памятники необходимо покрывать полимерами, которые будут барьером от внешних воздействий влаги воздуха. Но и сейчас очистить скульптуры не составит труда. Помочь может даже обычный луковый сок. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Гастроли в Москву прошли успешно. Самарский театр «Драма» вернулся из столицы, где на сцене Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова 6 марта играли спектакль «Побег из Шаушенко» в рамках внеконкурсной программы «Маска плюс». Зал был заполнен практически полностью, актеры получили свои заслуженные аплодисменты. По признанию театральной труппы успех приятен еще и потому, что в апреле Самарской драме предстоит выступить уже в рамках основного конкурса с постановкой «История лошади», которая номинирована как музыкальный спектакль. «Маска плюс» проводится с 2009 года. В афише участвуют российские спектакли, рекомендованные экспертами. Это дополнение основной конкурсной программы фестиваля «Золотая маска». Ведь нередко появляются яркие, нестандартные работы, которые по разным причинам не попадают в шорт-лист, но достойны выхода на широкого зрителя. Финальный отчет до Кубка Конфедерации осталось 100 дней. Он считается репетицией Чемпионата мира. В нем традиционно участвуют 8 команд. Сборная страны хозяйки турнира, последний чемпион мира, а также победители континентальных турниров. В Самаре этот день отметили знаковым матчем. Его провели волонтеры Чемпионата мира 2018. Почему команда оказалась не 8, а 9, знает Валерия Макарова. Турниром по мини-футболу в Самаре отмечают особенную дату. Ровно 100 дней осталось до Кубка Конфедерации. Многие из этих игроков – кандидаты в волонтеры и на Кубок Конфедерации, и на Чемпионат мира. В этом символичном турнире 8 команд участников, как и национальных сборных в Кубке Конфедерации. Однако в первый день соревнований выяснилось, что международная сборная Самарского университета подготовила два полноценных состава и мечтает побороться за победу. Регламент пересмотрели и в итоге дали возможность играть всем, кто хочет. И не зря. Международная команда достойно показала себя в финале, заняла второе место. Один из ее игроков, Стефан Алода, начал заниматься футболом в 6 лет, еще на родине в Нигерии. Когда приехал учиться в Самару, увлечения не забросил. Теперь играет за свой факультет. Я думаю, что футбол – это не просто спорт, потому что он объединяет людей из разных наций, разных стран. И он еще помогает, допустим, есть какой-то проблем, который, ну, есть, международный проблем. Иногда футбол таких проблем решает. Кубок Конфедерации традиционно проводится за год до Чемпионата мира по футболу в стране-организаторе Мундиаля. В России эти соревнования принимают четыре города – Сочи, Санкт-Петербург, Москва и Казань. Кубок Конфедерации считается репетицией Чемпионата мира. Так к нему относится и волонтерский корпус. Делегация волонтеров из нашего города так или иначе поедет и примет участие в Кубке Конфедерации. Мы отправляем волонтеров, в том числе, в Казань, самую большую делегацию. Надеемся, что они проявят себя там. Всего от Самарской области на Кубок Конфедерации отправится порядка 50 волонтеров. Едут, чтобы набраться опыта и в 2018-м достойно провести Чемпионат мира в родном городе. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Юные дзюдоисты области сражаются за места в сборной региона. Какие испытания они проходят, пока не окажутся на пятистале почета отборочных соревнований, увидел Сергей Кизоркин. Новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Захар Куфтун 6 лет на татаме. Отец привел его в дзюдо, когда он еще ходил в детский сад. Сегодня он пример для подражания в своей школе. Одноклассники тоже записываются в секцию японской борьбы. На первенстве Самарской области они впервые показывали судьям, как правильно выполнять приемы. Мне очень понравилось, я загорелся желанием и начал тренироваться. Двое у меня есть одноклассников, я их взял и погнал в дзюдо, чтобы они занимались. Спортивный клуб «Мужество» из Самары на соревнования выставил две команды мальчиков и девочек до 13 лет. Чтобы попасть в лучшую восьмерку, спортсмены сначала сдавали нормативы на внутриклубных соревнованиях. После этого ребята попали на татами городского и только после этого областного первенства. Все выбирается только по борьбе. Если человек занимает первое место в своей весовой категории, он отбирается в команду. После этого начинаем учить его броскам ката, то есть определенной технике. Это там 8 бросков, которые они должны знать, ну хотя бы на оценку хорошо. Разнообразные подсечки ног, захваты броски через бедро и спину. Сдав борцовский минимум, ката, зачет по физподготовке и пройдя череду схваток, дзюдоист получает желтый пояс 5-й кью и право выступать на серьезных турнирах, первенствах по Волжье и России. За место в сборной Самарской области боролись 14 команд, 10 юношеских и 4 женских. Эти команды прошли уже отбор в своих округах, то есть прошло первенство как Самары, Тольятти, Сызрани и сильнейшие представлены здесь. В последнее время этот возраст до 13 и до 15 лет. В итоге на пьедестал почету поднялись дзюдоисты из 1-й школы Олимпийского резерва, Клуба Мужества, ЦСК ВВС и Георгия Победоносца. Сборная региона в апреле в Тольятти поборется за медали Приволжского федерального округа. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой! Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!